Ситуацию вы. Давайте взглянем вообще, что происходит. Вот недавно на Форбсе вышла статья, называется «Выход в онлайн. Как языковые школы пытаются выжить в эпоху карантина». И мы, как индивидуальные преподаватели, как работники школ, мы вроде бы и с оптимизмом смотрим в будущее. Придется постараться, но тем не менее с оптимизмом. В статье достаточно печальный фон, как мне показалось, потому что расходы в школах, в частных школах практически не сократились. Коллегам нужно платить за аренду. Происходит отток клиентов, и явно людям сложно. Коллеги, которые отвечали на вопросы, это были представители директора из Алибры, из Language Link, из Винзора, то есть из больших школ, которые являются большими игроками в Москве уж точно. И также есть некие сложности с клиентами и с экспатами, поскольку непонятно, кто хочет уехать, кто хочет остаться, вернуться, ну и так далее. Здесь же всевозможные legal issues, проблемы с резидентством, собственно. И вот вам одна из цитат от представителя школы Алибра. Только 10% учащихся во взрослой группы согласились перейти на дистанционное обучение. Несмотря на то, видимо, должно быть, что для этого у нас есть собственная онлайн-платформа и мобильные приложения. И вот еще одна, тоже не очень радостная для школ цитата, говорит, выручка сократилась вдвое с периода 16 марта, новых обращений стало меньше примерно в 5 раз. Я не берусь сказать, насколько это точные данные или нет. Я это все взял из журнала Forbes, который онлайн, и, в общем, можете пройти по ссылке и посмотреть. Но ситуация явно будет в каком-то смысле ухудшаться, поскольку, конечно же, при том факте, что экономика немножко подзамерзла, индексы упали в мире, в России, понятно, что меньше производится продукта, цены на нефть явно снижаются. Ну, в общем, есть некая тревожность с точки зрения общего посыла. Я предлагаю сейчас еще на это взглянуть не с точки зрения какого-то общего взгляда, а скорее посмотреть, что происходит, в принципе, в школах и что происходит с преподавателями. И вот я спросил в том числе Ольгу Коннули, она является тренером Делта, она работает в Москве, прям тренера, в большой школе работает. И вот что мне Ольга рассказала о том, как она видит ситуацию. Происходит большой передел какой-то. И, возможно, он временный, возможно, все вернется на круги своя. Но сейчас я вижу такую тенденцию, что все ринулись в преподавание онлайн, и все, конечно, все. И это, наверное, в большей степени связано с этой временной, надеюсь, опять-таки, ситуацией. Потому что людям нужно выживать, школам нужно выживать. Это просто с прагматической точки зрения. Если прагматику немножечко отставить, то я думаю, что учителя чувствуют огромную ответственность перед своими учениками, перед своими клиентами, если мы говорим о школе. И они, конечно же, хотят выполнить те обещания, которые они им давали в начале учебного года или в начале курса, я думаю, что вот учителя чувствуют какую-то ответственность за это. Смотрите, здесь, как мне представляется, два больших посыла. Первое — это то, что Ольга говорит, что мир меняется и профессия меняется, и такого еще будет у нас много, много людей про это говорит. А также она говорит про ответственность каждого преподавателя за своих учеников. И здесь это, с одной стороны, важно, потому что мы вроде бы берем на себя какие-то обязательства, когда хотим довести ученика для того, чтобы он сдал экзамен, либо просто научить, либо сделать то, что обещали, по сути. А с другой стороны, в каком-то смысле мы здесь забываем про себя. И про это тоже еще будут говорить коллеги. А сейчас я хотел бы вам поставить голос Натальи Рафаэль. Наталья работает в государственной школе, она преподает в старших классах. Номер школы она попросила не называть, поскольку школа неплохая и известная. И вот, что Наталья говорит про то, как они обустроились в школе в Москве. Я вообще такие люди, которые, в принципе, быстро приспосабливаются к изменяющимся условиям. Поэтому сначала было такое недовольство, смущение, скорее даже страха, непонимание, что делать с этим со всем. А потом уже просто все включились в работу и начали делать свою работу и свое дело, так скажем. Что касается меня лично, моего отношения, то я не скажу, что это на 100% комфортно, потому что приходится искать какие-то новые формы работы. И да, я какие-то вещи понимаю, как работать. Например, как работать с лексикой, с грамматикой более-менее. Но для меня до сих пор непонятно, как работать с группой и как работать с чтением, с аудированием. Чтобы это не превращалось в такую работу, посмотрите на страницу такую-то, прочитайте такой-то текст. Все-таки хотелось какого-то интерактива, и чтобы это было... Смотрите, здесь опять-таки несколько посылов. Первое, не все учителя сразу подстроились и были недовольны. Понятно, было сложно, и нам сложно, и кому-то было чуть сложнее, кому-то было чуть легче. Ну и, конечно, вот Наташа сейчас вызывает, говорит, у меня вопросы с методикой. И это фактически отражается в ваших ответах, потому что были люди, которые ответили, не совсем понятно вообще, что преподается и как преподается. Один из больших знаков вопроса преподавания онлайн — это преподавание малышам, потому что обычно, когда мы ведем какие-то занятия в младшей школе, ну, мы много двигаемся, очень много личного общения, очень много тактильного, да, там, дети встают, садятся и так далее. Вот что про это говорит следующий респондент — это Елена Пересадова, наверняка многие из вас ее знают, основатель Trendy English, и также еще специалист по геймификации. Она ведет уроки и с детьми онлайн в том числе, простые уроки английского языка, и вот что она говорит про эти уроки. Если вы уже представили по поводу перехода в онлайн с маленькими детьми, там все то же самое можно делать — вставать, танцевать, делать фискульт-зарядки, просить их что-то принести. Вот, ну, онлайн должна быть прибрана. Ну, вот совет, как работать с малышами. Прибирайте комнату и дальше вставайте, и пусть они также touch your nose, touch your head и так далее. Естественно, то, что я сейчас говорю, это очень какие-то общие слова, но есть люди, которые оптимистично смотрят на обучение малышей онлайн в том числе, и по крайней мере как-то адаптируются. Важно понимать, что вот живые люди, которые это делают сейчас, возможно, так же, как и вы, возможно, так же, как и вы в будущем, на следующей неделе или через неделю, там, у кого когда каникулы. Вот что говорит Наташа Белоусова. Наташа Белоусова – это тренер, она живет в Ростове-на-Дону, и работала она и в России, вела тренинги по iSelt и по Trinity, а также она жила, работала в Бангладеш и в Москве, вела Trinity, кстати сказать, iSelt, в большей части в Ростове. С Наташей мы проводим курсы из коробочки, и сейчас я вам покажу буквально две минутки видео с Наташей, посмотрим, что она, как она глядит на ситуацию. Вот ее взгляд. Коллег, я бы хотела пожелать им, собственно, того же, то есть увидеть хорошее в этой ситуации, а еще главное помнить о том, что все эти наработки, которые они используют в работе на живых уроках, вся та методика, которую они используют с учениками, работает онлайн. То есть, понятно, что здесь другая механика проведения занятий, но методика на самом деле очень похожа, поэтому ни в коем случае не надо отбрасывать в сторону и забывать все эти замечательные методы работы и техники, которые вы использовали с учениками на живых уроках, и надо просто немножечко перестроить и приложить для работы в дистанционном режиме. Наташа говорит, что переход возможен, ей кажется это вполне допустимым, но про учеников и про то, как происходит обучение, еще говорит и Катя Редькина, которая будет вести занятия после меня и расскажет немножко про онлайн-образование, онлайн-обучение и, как я понимаю, немножко про Zoom. И я также спросил Катю, что она думает и как обстоят дела у нее. Катя, надо сказать, преподает не только в московском педагогическом, а большей частью она работает со студентами Московского государственного университета, на психфаке работает и ведет, собственно, занятия по-английскому, не по психологии, по-английскому. Но психология тоже хорошо разбирается, вы сейчас это сразу поймете. Вот что говорит Катя. Если бы сейчас были очные занятия, да, и, ну, все проходило бы в обычном режиме, мне кажется, что все-таки это более, в лучшую сторону, сказалось бы, на результатах экзамена. Не знаю, просто я сильно переживаю за некоторых учащихся в этом моменте, да, как бы не упустить. И вот вся эта ситуация с переходом на станционку, просто кто-то понимает, да, меру своей ответственности и понимает, что да, сейчас нужно включиться в работу, а кто-то из учащихся, к сожалению, этого не делает. Поэтому, ну, вот-вот. Как всегда бывает в онлайн-занятиях, по какой-то причине это оказался не голос Кати, а голос Натальи Рафаэль, которая волнуется за своих учеников и говорит, что вот так или иначе не все так гладко. И это был мой следующий, собственно, посыл. К Кате мы еще вернемся. Мне кажется, что важно понимать здесь, что есть не только радужные такие ожидания, либо вот мы преодолели, мы идем дальше, а также есть и некие сложности. Вот, например, некая Татьяна Ларина, которая живет где-то в области Урала. Она не захотела, чтобы я озвучил ее имя, но, тем не менее, она ответила на несколько моих вопросов. Это человек, у которого что-то около 20, по-моему, трех учеников, которых она ведет либо индивидуально, либо в небольших группочках, она фрилансер, поэтому ни от кого не зависит, а с другой стороны рискует всем. И вот что Татьяна говорит. Во-первых, она говорит, что ребенок в группе явно грустит по-прежнему формату. Это она опрашивала и родителей, и говорила с учениками, не хватает опоры на мимику, жесты, некоторых форматов заданий. Это, собственно, то, что происходит. Дети-зрослые стали меньше пользоваться русским и больше классом лэнгвич. И это, казалось бы, положительный выход, потому что люди начинают учиться. И неважно, это подростки, либо дети, либо взрослые. Так или иначе, английский язык начинает проникать в их жизнь. Возможно, у них просто Zoom установлен полностью на английском, и они теперь вынуждены разбираться в английском языке. Вот еще пару комментариев от учеников Татьяны. Многих бесят влаги техники, и, естественно, вот как сейчас, можно проиграть не тот трек, либо что-то неправильно сохранилось, либо есть какое-то отставание, либо видео не всегда стабильно. Ну, здесь ничего не поделаешь. И такая ситуация, к сожалению, будет практически всегда. Сейчас все гораздо лучше, чем было 10 лет назад, но, тем не менее, интернет еще, хоть и провели почти везде, но он не везде стабильный. И группа, конечно, делится на тех, кто может работать в Zoom, кто не может, кто в WhatsApp, кто не в WhatsApp. И в этой ситуации, например, в WhatsApp, либо если группа в Skype, то работа в парах практически невозможна. Естественно, мы говорим про разбить по комнатам, как это можно делать в Zoom. И получается, что некоторые ребята лишены парного общения, все время приходится работать в группах. Ну и последнее. Некоторые родители отметили, что Татьяна оперативно организовывает переход. Родителям нравится, когда их детьми занимаются. И обратите внимание, мы про это еще будем говорить даже не один раз. Занятие английским языком в случае Татьяны – это будто бы последняя оставшаяся рутина для ее учеников. Возможно, это так. Возможно, если ученики предоставлены сами себе, а есть один четкий и строгий учитель, который очень четко все выстраивает, хорошо, если это в рамках школы, но это может быть и индивидуальный преподаватель, то на эту рутину, на эту структуру может нанизываться весь следующий день. И таким образом вы не только и не столько преподаете английский, сколько помогаете систематизировать день вашего ученика, будь то подросток, что очень важно, либо даже взрослый. И таким образом у них какая-то смысленность жизни появляется, поскольку раньше они ходили из кабинета в кабинет условно, либо с работы в спортзал, то теперь все ходят из комнаты в комнату. И вот предоставляемая эту рутину, мне кажется, оказывайте большую услугу. Есть некие комментарии от Даши Семизоровой. Даша – преподаватель новой школы, новая школа в Москве. Даша живет в Москве уже пару лет, и до этого она жила, мне кажется, в городе Шахты, это где-то вот в Ростовской области. И вот что Даша говорит про свою работу в новой школе. Вот как это происходит. Потому что я-то ожидала баловных детей, которые будут перебивать друг друга и прочее, но дети оказались на удивлении дисциплинированными. Я поставлю чуть пораньше. Если видео замолкнет, ничего страшного. Главное, чтобы было слышно аудио. Вот что Даша говорит о переходе. Она учит как в средней школе, средняя и старшая школа у нее ученики, также у нее есть взрослые, были группочки, и также были индивидуальные, индивидуальные ученики, оффлайн большей частью. У меня есть взрослые группы, и у меня есть свои частные индивидуальные студенты. Сейчас мы все ушли в онлайн. Своим индивидуальным студентам я всегда преподавала онлайн, поэтому здесь никаких сюрпризов не было. Но вот буквально две недели назад наша школа перешла на дистанционное обучение. И не могу сказать, что когда я узнала, что мы переходим на дистанционное обучение, сразу начала хлопать в ладоши, потому что преподавать индивидуально онлайн и преподавать онлайн группам это совсем разные вещи. И второго я никогда не делала раньше. То есть все было в лавинку. В принципе, я думаю, что переход в нашей школе дался не так уж и сложно, хотя преподаватели явно были перегружены и в подготовке, и в проверке, потому что все-таки вести занятия онлайн это не просто спроецировать свой онлайн урок на онлайн. Это немножко другая структура, которая требует большей подготовки и прочего. Вначале мы сразу все ринулись использовать различного рода онлайн-инструменты и просто пришли к тому, что дети в какой-то момент оказались перегружены всей этой историей, множеством сайтов, ссылок и прочего. И в конце концов мы пришли к унифицированию нашего дистанционного обучения. Сейчас мы используем всего лишь несколько инструментов. Это наш электронный журнал, через который мы посылаем ссылки, Google Classroom и Zoom, деконференции и доска в нем. Ну, кто-то может еще включить какие-то дополнительные инструменты, но это, скорее всего, самое важное. По поводу учеников, наверное, здесь для меня оказалось сюрпризом, как дети на это все отреагировали, потому что я-то ожидала балованных детей, которые будут перебивать друг друга и прочее, но дети оказались на удивлении дисциплинированными, и я бы сказала, что даже наши занятия онлайн не то, что, конечно, продуктивнее, чем оффлайн, но достаточно в хорошем ключе проходят с рабочим настроением, и это было удивительно и очень-очень-очень приятно. Интересно, что Даша фактически описывает те данные, которые мы получили во время опроса, и при этом, конечно же, она не видела их. Там было много тревоги, сложности в школе, и было очень много задач. Важно, что она говорит. С одной стороны, сначала преподаватели всех решили прям бомбардировать своими онлайн-талантами, а после этого количество инструментов, которые используются на урок, были сокращены в очень значительной степени, и теперь они пользуются только двумя или тремя инструментами системы для того, чтобы остальное, если необходимо, добавлять. И в этом очень много, мне кажется, смысла и логики, потому что, с одной стороны, это требует меньше подготовки для учителя, меньше нагрузка, и, с другой стороны, ученику становится проще. Ученику не нужно логиниться в 10 разных программ, в 10 разных площадок, потому что, как правило, каждый учитель, каждого предмета для ученика в школе придумывает что-то свое, и, возможно, учителя пользуются различными платформами, ну, хотя бы, ну, а также и различными инструментами. А, естественно, ученику приходится все это каким-то образом учить. Даша перевела наш разговор с преподавателя на студента, либо на ученика, и, собственно, что мы знаем про учеников, каково им, нравится им, не нравится. Мне кажется, это очень важный вопрос, который необходимо задавать ученикам напрямую. С двух позиций. Первое — это вообще как и чего? Показывать, что мы видим ученика, показывать, что нам важен комфорт, нам важно, чтобы эмоциональный ученик себя хорошо чувствовал для того, чтобы, собственно, обучаться у нас. Ну, и второе — это нам необходимо, чтобы каким-то образом понимать, на правильном пути или нет. Правильно ли мы используем инструменты или нет, и это не вопрос методики, как того, это скорее вопрос человеческого понимания, что происходит с учеником и как мы относимся к ученикам. Вот что говорит Евгения Тышлангова. Женя работает в Ростове-на-Дону, хотя, как я понимаю, она преподает сейчас только онлайн. У меня была там одна или две группочки. Оффлайн она и быстро перевела онлайн. У нее очень большая загрузка, прям такое было всегда. Она фрилансера ни от кого не зависит и рискует всем одновременно. И сейчас у нее, естественно, ученики не только в Ростове-на-Дону, а где угодно. Даже, например, я знаю, есть ученики из Москвы. И вот что Женя говорит о том, как себя чувствуют ученики. Женя говорит следующее. Относительно того, как студенты реагируют на... Реагируют, естественно, по-разному. У меня есть несколько студентов. Это молодые студенты, которые занимаются спортом много, и они остаются оптимистами. Они вообще, по-моему, не замечают никаких перемен. Есть у меня студенты, которые чувствуют на себе эти перемены. В частности, то, что они теперь работают из дома, и им это не очень нравится. Дома как-то стеряется грань между домами работой, и все замечают, что дома ты работаешь намного больше, чем если бы ты работал в офисе. Что касается старших. Это то, что сказала Евгения Тышлангова. И вы видите, здесь нельзя никогда говорить нравится или не нравится всем. Как и в обычном классе онлайн, что-то будет нравиться, что-то будет не нравиться. Понятно, что сейчас время турбулентности и такая зона непонимания происходящего, у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей, но явно нет четких ответов на, казалось бы, простые вопросы. Вот что говорит про учеников Наталья Рафаэль. Что касается старших детей, здесь как бы все разделилось на два лагеря. Даже, может быть, на три. Есть детки ответственные, которые поняли, что впереди экзамены, и все равно нужно заниматься и так далее. Поэтому они все выполняют, все делают, так скажем, беспрекословно. Какие-то задания и все прочее. Есть те, которые просто поняли, что этот вред прохалявить, соответственно. Мы сейчас немножко, скажу громко, бесправные, беззащитные. Нет, это тоже все громкие слова. Но понятно, что мы сейчас не знаем, как работать с проблемой. Например, ну, грубо говоря, у меня была такая ситуация, когда на онлайн-занятии, да, у меня там 5-6 человек собираются, и, соответственно, у них у всех якобы не работает микрофон. Ну, понятно, что я ничего с этим сделать не могу, потому что они только могут включить свой микрофон, и, соответственно, мне что-то сказать, да, доказать, что у них не работает микрофон специально, а-ля, я тоже не могу. Поэтому мне приходится как-то выкручиваться из этой ситуации. Ну, открывать чат, говорить, что мы там пишем ответы в чат, тогда поставьте плюсики, если вы меня слышите, и так далее. Наш разговор плавно переходит в несколько другую фазу. Мы поговорили о преподавателях, мы поговорили про учеников, а теперь давайте взглянем на то вообще, что может происходить, что нам не хватает в новой ситуации. И вот Наташа сейчас говорит о том, что не хватает рычагов воздействия. Раньше это был, не знаю, угол, выйди за две, поставлю двойку, или поговорить с учеником, или объяснить четкие условия игры. По крайней мере, что-то уже было воспитано с первого класса. В школе мы ведем себя так, а вот так мы себя не ведем. И, конечно же, в том, что угол выйдет за дверью, я несколько был саркастичен. Тем не менее, вот были какие-то административные, жесткие, привычные рычаги, которыми люди пользовались так или иначе. Сейчас мы совершенно не понимаем, а что нужно делать, и чего нам, как нам перейти, как нам адаптироваться к этой новой ситуации. И вот несколько размышлений. Вот что говорит Даша, опять-таки, Семизорова про своё видение, чего бы ей хотелось на уроке. Когда что-то новое внедряется, про гнев, торг, отрицание и прочее. Но, в конце концов, я пришла к принятию скорее потому, что я поняла, что нужно радоваться тому, что моя профессия, она, в принципе, может уйти в дистанционный формат. Так как многие люди сейчас страдают от того, что есть сферы, в которых это просто-напросто невозможно. Люди теряют работы, людей сокращают, и прочие ужасы происходят. И мне кажется, что я даже немножко обрадовала, что вот, да, я могу всё равно продолжать работать и продолжать делать то, что мне нравится. И это очень важно. Мне кажется, это очень важный посыл, и очень важно это для себя понимать, потому что на самом деле мы находимся в несколько привигированном положении. Нас отправили, преподаватели, которые работают в школе, в принципе, вообще их отправили домой, но работу-то не лишили. А есть люди, которые лишаются физически работы, потому что из дома они работать не могут. Понятно, что всё несколько изменится, но тем не менее сохранить работу в такие времена, мне кажется, это очень правильно. Но здесь хорошо бы, конечно, адаптироваться. И вот что говорит Евгения Ташлангова про вот эту самую адаптацию и про то, как ей важно, что ей важно, чего ей не хватает, в принципе, в своей ежедневной онлайн-работе. Вот Женя говорит следующее. В профессиональном плане мне не хватает, наверное, общения с коллегами в виде участия в конференциях, в семинарах. Как все знают, все конференции и все семинары были отменены по понятным причинам. И есть ещё кое-что, чего сейчас в переизбытке. И много объявлений, весь интернет, весь стрит, курсами обучения онлайн, онлайн-конференции, как преодолеть кризис. Этого всего очень много. Я не знаю, как мои коллеги к этому относятся. На меня это оказывает противоположный эффект, очень давлеет. Я даже перестала на какое-то время читать всякие новости, какие-либо новости и просматривать новостные ленты. Смотрите, о чём говорит Женя. Фактически о двух вещах. Первое, при том, что она работает онлайн, ей не хватает оффлайн-коммуникации с коллегами, с профессиональной коммуникацией. И второе, что она говорит, слишком большой шум и слишком большой фон эмоционально-информационный, который сложно контролировать. Ну, естественно, она его контролирует тем, что просто дозирует. Видимо, нам придётся так или иначе к этому всему адаптироваться. И, скорее всего, придётся адаптировать учеников. Примерно то же самое говорит, надо сказать, Ольга Конноле про нехватку общения. Посмотрите. Ещё какие сложности учителя испытывают. Мне кажется, немножечко... Она ещё не так сейчас проявляется, но будет проявляться. Отсутствие вот этого профессионального общения на, может быть, там, everyday basis или какой-то weekly basis или ещё что-то, когда вот ты обмениваешься опытом просто спонтанно. То есть ты увидел кого-то в учительской, да, и кто-то что-то тебя быстренько спросил, и начинается вот это профессиональное общение. Конечно, при онлайн-обучении это... этого меньше. Хотя, конечно, это не отсутствует. Я не могу сказать, что это отсутствует. Для того, чтобы разнообразить наш вебинар, где я только говорю, сейчас я хотел бы, чтобы вы в чате напишите каждой одну фразу, либо одно слово, либо одно предложение, чего вам не хватает больше всего. Вот вы слышали несколько идей от разных коллег. Вам лично, чего не хватает профессионально в вашей профессиональной жизни для того, чтобы более комфортно себя чувствовать. Прямо напишите в чате, посмотрите, что получится. Продолжение следует... Ну, видите, человек — существо социальное, причем, видимо, социальное не виртуально, а и в реальной жизни тоже, поэтому нам важно общение и не только мессенджер, а фактически присутствие физическое внутри класса, и поэтому я решил повесить на стену фразу «тело не обманешь». Мы очень много считываем телом и через тело, вне зависимости от того, какие у нас вокруг цвета, либо как обустроен наш класс. Даже если у нас идеальная классная комната на какой-нибудь площадке, пусть у нас будет Second Life или еще что-то, то, скорее всего, нам будет не хватать живого общения, когда мы будем впитывать вот те сигналы, которые нам посылает живой человек. Спасибо за то, что делитесь, спасибо за то, что вам не хватает улыбок. Да, я согласен, мне тоже не хватает улыбок, поэтому сейчас я туда говорю, а улыбаетесь вы или нет, мне не до конца понятно. Давайте разберемся, уже мы приближаемся к концу и поговорили о том, каково вообще в целом стране, каково преподавателям, каково ученикам, чего не хватает. Давайте быстренько обсудим, что делать. И здесь есть, мне кажется, вполне понятные рычаги, которые так или иначе можно задействовать. Вот, что говорит Елизавета Паримузова. Елизавета Паримузова — это преподаватель и тренер из Москвы, она работала долгое время в школе, в какой-то момент она из школы ушла и индивидуально консультирует либо коллег, либо просто занимается учениками, которых ЕГЭ, каким-то другим заданием. Елизавета, надо сказать, она еще и психолог, поэтому она неплохо разбирается в том, как люди работают, и у нее неплохо получается работать с группами. Так вот, Лиза сейчас руководит в одной из московских школ кафедрой. Она не работает в этой школе, просто не ведет там занятия, кафедрой руководит удаленно. Она поддерживает преподавателей. Фактически, она является консультантом. И я спросил, как дела, что происходит, и Лиза мне прислала документ, достаточно большой, на семи страницах, который она отправила пару недель назад своим коллегам, чтобы их поддержать, объяснила им, что нужно делать. И вот, что Лиза в этом документе пишет. Естественно, я спросил у нее разрешение, и, конечно же, она мне позволила воспользоваться ее тезисами. Первое, она говорит, что основная цель на ближайшие две недели, чтобы дети произносили какие-нибудь звуки на английском языке в присутствии учителя. И это, мне кажется, очень важно. Нам необходимо снизить ожидания от себя и от учеников. И если что-то происходит на английском, и по расписанию это уже большая победа. Вы уже большие молодцы. И даже если вам администрация этого не говорит, администрация хочет от вас что-то еще, вот если пришло половину класса, или две трети класса, и что-то поговорили, послушали на английском, и 40 минут прошел этот урок про английский, это прям прекрасный результат. Что важно здесь? Вести уроки на английском? Ну, конечно, это экстенсивное слушание для учеников. Даже если ученики ничего не запоминают, даже если они ничего не говорят, в любом случае они хоть что-то делают на английском. И здесь это уже ситуация win-win на начальном этапе. Важно давать возможность говорить языки детям, и если вы используете Zoom, если вы используете Teams, если вы используете какие-то другие платформы, это уже классно. В этой ситуации турбулентности, непонятности вы даете детям хоть что-то на английском языке, и это, мне кажется, уже прекрасно. Вы не просто проводите с ними время, проводите время с ними профессионально. И, конечно же, вы даете возможность детям говорить друг с другом. Если это происходит, ваш урок, в принципе, уже взлетает на большую высоту, потому что развиваются коммуникативные навыки, это то, для чего мы языки учим. По сути, посмотрите вот сейчас, первый, второй, третий, ни слова нет, ни о развитии лексики, ни о развитии грамматики, ни о развитии навыков слушания, говорения, чтения. В целом, если что-то происходит на английском языке, то урок можно считать успешным, и вы большие молодцы на данном этапе. Такой этап, я думаю, еще пару недель точно может сохраниться, поскольку уроков немного, кто-то болел, кто-то нет, и необходимо всем привыкать к новым ситуациям. Конечно же, будут еще и задания со звездочками. И если вы с детьми разговариваете, в принципе, ты молодец сегодня, ой, и ты что-то как-то не очень был активен, а ты сегодня классно рассказал что-то на английском, даже не побоялся. Мне кажется, это шикарный ход, потому что самое сложное, что я сделал для ученику, это дядя начать говорить по телефону на иностранном языке, а если еще и на камеру, и себя видеть, так это вообще сложно как. Интроверты хоть как-то могут с этим справиться, а может наоборот не справиться. И если вы в этом поддерживаете учеников и даете им обратную связь, вы большие молодцы. Так считает Елизавета Баримузова, я здесь не могу с ними согласиться. Ну и, конечно же, если вдруг дети в какой-то момент начинают печатать медленно, двумя пальчиками, но на английском, а потом быстрее, еще быстрее, еще быстрее, и вы даете им структурные задания, как идите и поработаете на тренажере, я думаю, что от карантина они получат очень много научатся печатать на английском. Это очень важный навык, который мы с вами приобрели, когда, допустим, учились в институте, изучали язык, а денег надо этому учиться пораньше. Если вы приучаете к этому с 5-го, с 6-го класса, честь вам и хвала. Что здесь еще важно упомянуть? Елизавета очень сильно заботится о своих учителях, и поэтому она прямо говорит, что новый формат работы не должен лишить вас жизни. Мне кажется, это очень правильный подход. У вас должна быть в своей жизни, и вы не должны готовить 3 часа к одному 40-минутному занятию. Если вы не можете эффективно и быстро работать, не беда, работайте неэффективно, но работайте быстро. Позаботьтесь о себе. Сначала надейте маску на себя, а потом на ребенка. Ну и, конечно же, очень важно доверять себе. Хорошо, если это понимает администрация. Если администрация молчит, это тоже неплохо, потому что тогда администрация не лезет, не сует палки в колеса, и славно. Себе здесь, мне кажется, очень важно доверять, потому что если вы видите, что ученику сложно, что они не справляются, ну зачем тогда программа? Ну, программу можно немножечко отодвинуть в сторону и просто проводить что-то на английском, показывать какие-то мультики, какие-то видео, что-то говорить, начинать ученика втягивать. И этот процесс займет какое-то время, но я думаю, что необходимо на данный момент всю ту программу, которая у нас была запланирована, все это положить на край стола и заниматься тем, что необходимо ученику, доверяя прежде всего своему, своей чуйке, своему ощущению, своему пониманию происходящего в онлайн теперь классе. Тем более, если вы привыкли работать в группе не онлайн, а переходите онлайн, то вам достаточно будет сложно, так же, как и вашим ученикам. Давайте глянем на то, что говорит еще Елена Пересада. Мне кажется, у нее неплохой в этом смысле месседж. Как перейти к новому виду работы? Вот фактически инструмент для действия. У меня ощущение, что мы же очень много сейчас с кем говорим, проводили много эфиров по переходу в онлайн. Главное побороть вот этот вот блок в голове. Ой, в онлайне ничего не получится. В онлайне все получается. Вот у нас в классе улей у них школа балета. И они школа балета онлайн детства. Есть очень оптимистично настроенные преподаватели и администраторы, которые все сразу переводят онлайн и говорят, просто нужно переключиться. Возможно, это правда. Возможно. И кому-то удается легко и быстро переключиться. Я верю в то, что бывает школа балета. Я сегодня видел. Есть занятия по танцам онлайн. 40-минутные, правда, но тем не менее, и люди прям проводят и приходят и платят за них деньги для взрослых, там, разминка, гага и так далее. Я думаю, что отчасти необходимо и вправду понять, что вот жизнь будет теперь вот такой, какая она будет и попробовать к ней как-то адаптироваться. При этом, это, конечно, очень важно делать постепенно. Ну и как это, собственно, что можно сделать? Вот что говорит некая Светлана Волкова. Светлана Волкова это психолог из, как я понимаю, Москвы. Я прочел ее Facebook-страницу и мне очень понравилось, что она говорит. Она говорит, что первое, не нужно жрать себя за то, что вы с чем-то не справляетесь. То, что называется be kind to yourself, будьте добры к себе, цените себя. Если это не делает администрация, если не всегда довольны ученики или родители, дайте себе жизни. Если не справляйтесь, ничего страшного. Мы все в новой ситуации и нормально, что нам сложно с одной стороны, а с другой стороны нормально давать себе какие-то поблажки. Выключите внутреннюю перфекциониста. Мы как учителя, мы часто перфекционисты, мы отличники внутри. Ну и, конечно же, мы находимся в уязвимом положении, потому что у кого-то нет работы, у кого-то новое обстоятельство, у кого-то много домочадцев сразу дома, и это сложно. И что делать в этой ситуации? Ну, необходимо, я считаю, необходимо делать что-то с телом и, конечно же, делать такие простые вещи. Это, может быть, готовить еду, мыть голову, возможно, плакать, как пишет Светлана Волкова, возможно, смеяться, когда смешно. Почему это так важно? Ну, взгляните, если мы рассмотрим криву стресса по Гансу сырья, то сначала стадия аларма происходит, аларм-стадия, стадия тревоги, и на этой стадии, конечно же, происходит сжатие внутренней ресурсов организма и прыжок на какой-то новый уровень. Дальше происходит стадия адаптации, которая длится достаточно долгое время. Вот если стадия, аларм-стадия или тревоги, это короткая мобилизация, это то, что у нас сейчас уже произошло у большей части людей. Кто-то уже начал говорить о том, что мне уже поднадоело, честно говоря, и дома, и онлайн, я уже как-то вот не понимаю, уже не так бодрит, уже нет такого завода. И это понятно, потому что это стадия адаптации, и мы достигли уже какого-то плато, на котором, собственно, находимся. В этой ситуации, конечно же, нам сложно, потому что мы работаем эмоционально, часто физически, на износ. У нас другие временные пациентские паттерны, другой график, время мы иначе рассчитываем. Мы физически меньше двигаемся, больше сидим. Я, например, пару часов могу перед компьютером, после этого себя всячески журю. И эта стадия адаптации, она по-хорошему никаких результатов не доведет. Наоборот, скорее всего, она может свести нас к некому эмоциональному и даже физиологическому спаду и, возможно, к каким-то соматическим заболеваниям. Это классическая кривая стресса, поэтому важно понимать, что мы сейчас находимся, скорее всего, на стадии адаптации, необходимо давать себе время, давать себе разрешение расслабиться. Важно делать какие-то простые вещи, гладить кошку, лепить, печь блины, не знаю, лепить что-нибудь, рисовать, закрыть компьютер. И у каждого человека будут свои рутины. Я, например, играю на фортепиано, либо я занимаюсь зарядкой. Я зарядкой никогда в жизни так много не занимался. Я занимался физкультурой, но кто там бегаешь, кто на велосипеде. А вот здесь, чтобы так взять и воркаут на 50 минут, никогда такого не было. Теперь появилось, потому что я понимаю, что без этого, ну, конечно же, никуда. Вот что говорят психологи из психологической службы новой школы. Во-первых, совет такой. Придерживайтесь ежедневного ритма, опирайтесь на рутину. Это то, о чем говорила в самом начале и Женя Тешланговым про рутину говорили, что вот есть некая рутина, мы позволяем нашим ученикам выжить при помощи этой рутины. Мы им даем некие маркеры. Это важно. Важно в себе, в том числе, эту рутину воспитывать. Кто-то советует почаще открывать окна, ходить на балкон, кто-то советует чуть больше двигаться. Это вполне понятные вещи, которые необходимо на самом деле исполнять. И двигаться каждый день тоже важно. Кто-то будет танцевать, и неплохой выход. Кто-то занимается зарядкой. Можно поставить на балконе велосипед и кататься на велосипеде, подняв заднее колесо и прикрутив специальный механизм. Продается в декатлоне, онлайн заказать пока еще можно. Ну и, конечно же, эмоциональной сфере нам важно пообщаться с другими хотя бы один раз в день, и, возможно, это до 30 минут. Об этом пишет Екатерина Анохина, психолог новой школы. И, естественно, важно следить за питанием, и необходимо пить большое количество воды. То, чего мы, возможно, не делаем. Раньше у нас были какие-то рабочие, какие-то перерывы от работы на перекус, на чай. Сейчас все это несколько сглаживается. Непонятно, где мы пьем чай, где мы готовимся к следующему занятию. Мне, например, непонятно. И я часто ловлю себя на мысли о том, что я налил себе чай, но я его не попил, потому что я в компьютере, я же готовлю презентацию для всех. Ну и последнее, конечно же, о чем мы уже говорили, это было и у Лизы Паримузовой, и раньше проскакивало в нескольких комментариях учителей, снести ожидания самого себя, относиться к себе с принятием. Обратите внимание, все эти люди между собой никак не связаны, как те люди, которых я вам сегодня цитирую. Но эти люди говорят примерно про одно и то же. Важно беречь себя прежде всего. И если система так или иначе говорит про деньги, про занятость, про успеваемость, про какую-то ритмичность, про работу, то про нас сами говорят, как правило, меньше. И на уровне работы работодатели тоже говорят не очень часто. В хороших школах говорят, если есть служба психологической поддержки, а чаще не говорят. Мы должны сами взять себя в ручки и каким-то образом пожалеть, ну, обнимать детей, любимых, кошек. Кто-то любит обнимать нелюбимых, можете попробовать и так. Взгляд в будущее. Что нас ждет? И на этом мы с вами закончим. Вот что говорит Татьяна Лавина, анонимный преподаватель из Урала. Очень надеюсь, что онлайн обнажит всю дурь, которая из сферы преподавания английского и всех прохиндеев-балаболов станет видно. Татьяна за качество. Она знающий преподаватель и сердце ее обливается кровью, видимо, когда она видит развод. Также Татьяна говорит, что, надеюсь, останется масса людей, которые будут выбирать курсы или учителя по качеству, а не по цене. И мы знаем, что сейчас происходит обвал цен на рынке, когда урок английского предлагают за 100 рублей в час. в группе, тем не менее, на такие деньги сложно рассчитывать, если вы хотите хорошо готовиться к урокам. Ну и Татьяна с оптимизмом смотрит в будущее и надеется, что ей не придется проседать в цене своих услуг. Вот что говорит Лена Пересада. Мне кажется, что сейчас как это? Если хотите остаться на плаву, нужно учиться, учиться, учиться с бешеной скоростью, потому что останутся на плаву, ну, прям очень, вот, хорошие профессионалы. За теми, за кем пойдут клиенты. Потому что, смотрите, у нас же получается, сейчас у людей деньги будут реально кончаться. Ну, мне кажется, что сейчас наш час начнет дешеветь сильно. Ну, мы не сможем такую же цену в любом случае держать. Дешеветь будут, но, опять же, смотрите, сейчас так вот, я сначала думала, что вообще вот крупный онлайн-фул, сейчас все под себя подкрепут и все. Ну, зачем все люди пойдут туда? Но, наблюдая за тем, что происходит, клиент, он идет на человека, а не на школу. Всегда, ну, люди, даже в любой языковой школе идут конкретно к мастеру, да? Вот. И преподавали удастся свою мастеру, да? Потому что к нему пришли. Вот. Может быть, да, где-то снизят свою ставку, или, не знаю, там, крупнее, не поиндивидуально занимаются, парой, тройкой, ну, как-то вот все. новые придумывать. Опять же, не только техники, но и просто как-то будет очень крутой, но останутся. Обратите внимание, да, Лена говорит, с одной стороны, про деньги, а с другой стороны, говорит про профессионализм. Поэтому в любом случае, если мы хотим остаться в профессии, нам необходимо и позаботиться о себе, чтобы пережить сложные времена, и, конечно же, чуть-чуть позаботиться о своем профессионализме. Вот что говорит Ольга Коннеля про будущее. Я где-то это прочитала, это, кстати, не моя мысль, но она как-то срезонировала, да? Resonated. Это сейчас приходят в онлайн-обучение большие профессионалы. То есть те профессионалы, которые там были уже, ну, все прекрасно, но в онлайн-обучении было, скажем так, меньшее количество, ну, там, в процентном соотношении профессионалов, чем в face-to-face-обучении. Сейчас вот эти вот все профессионалы пришли в онлайн. Это должно поднять качество онлайн-обучения. Мне кажется, это положительный тренд. И я надеюсь, что вот тот опыт и экспертизу, которую принесут вот именно эти преподаватели, эти тренеры в онлайн-обучении, это очень хорошо, в общем, положительная тенденция, и она выведет онлайн-обучение на какой-то гораздо более высокий уровень. Любопытно. Я про это никогда не думал, но на самом деле, если онлайн-обучение становится доминирующим видом обучения, по крайней мере, на какой-то момент, то, естественно, то, чему мы все научились и сейчас продолжаем учиться, это, несомненно, приведет в какой-то момент к лучшим результатам. Возможно, чуть-чуть другим относительно того, к чему мы привыкли. Возможно, будем смотреть на уроки теперь иначе, но тот факт, что люди будут развиваться и в целом профессия получит какой-то скачок, мне кажется, это очень радостная вещь. Для того, чтобы закончить, я вам я проскочу несколько слайдов и оставлю несколько пожеланий. Сейчас вы увидите Дашу Семизорову, которая что-то желает от себя. Мне хотелось бы, чтобы вы в чате, пока Даша говорит, чтобы вы в чате написали, что вы хотели бы пожелать друг другу и себе. Можно в одном предложении «Хочу пожелать нам» или «Хочу пожелать вам», а лучше «Нам», потому что мы все, собственно, преподаватели нам всем не просто сейчас. Напишите, пожалуйста, в чате, а я вам расскажу сейчас, что говорит, чем покажу, что говорит про это Даша Семизоров. Да, я могу все равно продолжать работать и продолжать делать то, что мне нравится, и это очень важно. Всем нам сил, мне кажется, что скоро все наладится, и мы все снова увидим своих учеников, по которым мы так скучаем, и снова встретимся оффлайн. первых в профессии. И пока вы дописываете в чате, вам еще раз пожелания от Наташи Белоусской. Я бы хотела пожелать им собственно того же, то есть увидеть хорошее в этой ситуации, а еще главное помнить о том, что все эти наработки, которые они используют в работе на живых уроках, вся эта методика, которую они используют с учениками, работает онлайн. То есть понятно, что здесь другая механика проведения занятий, но методика на самом деле очень похожа. Поэтому ни в коем случае не надо отбрасывать в сторону и забывать все эти замечательные методы работы и техники, которые вы использовали с учениками на живых уроках. И надо просто немножечко перестроить и приложить для работы в дистанционном режиме. Коллеги, спасибо большое, что пришли. Я понимаю, что чуть-чуть затянулся и сдвинулся график. Сегодня мне помогали вести вот этот вот вебинар мои интервьюеры и друзья и знакомые. Это Наташа Пилаусова, Даша Санизорова, Екатерина Ретикина, Елена Пересады, Лиза Палимузова, коллеги из новой школы, это Женя Дештанга, Ольга Конноле, аноним из Урала и также Наташа Рафаэль. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите мне, не стесняйтесь, можете глянуть на сайт, там есть приложение для подготовки к ЕГЭ, если вы еще такое не видали, вполне подходит для онлайна. И если есть вопросы сейчас, прежде чем меня переключат на, как я понимаю, Екатерину Ретикину, задайте вопросы в чате, и я попытаюсь быстро ответить. Вот один из вопросов...